обсуждать вопросы КТ-энтерографии, метода, который позволяет нам анализировать, диагностировать состояние кишечной стенки, заболевания, связанные с поражением кишечника, а именно восприятие к заболеваниям кишечника, который этот метод и разработан. И, на мой взгляд, очень важной, интересной частью нашей сегодняшней встречи будет совместный разбор сложных кризисных случаев и с чего бы я начал. Но, учитывая, что большинство здесь собрались, это врачи-рентгенологи, результат нашей работы, как правило, это описание. К какому алгоритму нужно идти? Главное, это именно последовательность, потому что последовательный анализ позволяет нам не забыть, не пропустить ничего, посмотреть все, что нужно. Здесь нельзя не вспомнить Леонид Добыдач-Ленбраттона, который всегда на своих лекциях и обращал внимание, что что бы вы ни описывали, всегда нужно действовать по определенной схеме пленового плана. Тогда вас не затруднит писать ни катентерографию, ни любой другой метод, если вы, естественно, будете знать базу. На слайде представлены остальные моменты. Что? Вшепость ваше внимания. Во-первых, что нужно вам держать в голове определенный анатомический базис, понимание, какая типичная топография отдела кишечного тракта, не изменена ли она, понимать, как соотносится кишечная стенка. И что важно, что не забыть, кроме кишечной стенки, что мы с помощью КТ можем также оценить состояние лимфатических узлов, состояние брыжейки, около кишечной клетчатки и других органов, что тоже важно, поскольку при болезни Крона, например, есть местные осложнения, при азнаколитии также не встречаются. И также есть еще экстраганные поражения, которые также могут существенно влиять на состояние пациента. Ну, чем мы занимаемся, говоря о воспитательном зале кишечника? Это, конечно, болезнь Крона, язвенный колит. Это тяжелые заболевания. Анна Валерьевна, насколько это важно сейчас? Да, это тяжелые такие заболевания, которые сопровождают пациентов всю жизнь. Они не проходят, не исчезают. То есть эти болезни характеризуются периодами обострения, периодами ремиссии, требуют постоянного приема препаратов, регулярного мониторинга грамотного и проведения вот таких инструментальных методов обследования, в частности, как КТ-энтерография, которые входят у нас в гастроэнтерологах в стандарт введения этих пациентов. И что касается больных с болезнью Крона, то если этот пациент перенес оперативное вмешательство, или же просто у него осложненное течение болезни Крона, или у нас есть какие-то вопросы, и нам недостаточно эндоскопии, как правило, бывает. Вот этот метод, он входит в абсолютный план обследования у каждого пациента с болезнью Крона. Спасибо большое, Анна Валерьевна. И, конечно, мы с вами понимаем, те, кто сталкивался с методом, вообще с диагностикой у пациентов, страдающих в основном заболевании тишечника, бывает часто сложно сказать. Поэтому, особенно когда они еще не готовы к дискологическим исследования, и пациент первичный для нас, иногда используют также рабочий диагноз, так называемый, спалит, но тишечка неуточненная. То есть это пока что, оно не определено морфологически. Но, тем не менее, мы благодаря нашим методам, как мы с вами видели на цикле вебинаров в первом полугодии этого года, и у нас планируется большой цикл, вы знаете, на сайте телемет.и, вся эта информация, анонсы. Так что это мы еще будем неоднократно обсуждать. Но мы двигаемся дальше. И какое примерное описание? Вот, безусловно, каждый из вас, имея определенный стиль описания, определенный взгляд на проблему, может строить его по-разному. Ну, вот я предлагаю такой вариант. Это как раз последовательное описание, где сначала мы говорим о общих моментах, наличии апнемпетитонема, эсцита, общая оценка топографии. Вот здесь, например, вариант типичного расположения. А если у пациента были в анамнезе те или иные операции, влече, скажем так, резекции участков кишки и так далее, то это тоже тут надо отметить. Поскольку топография, взаимное расположение уже другое, оно нетипичное, оно отражает состояние после операции. Ну и, разумеется, варианты аномального строения также можно здесь указывать. И здесь же мы говорим о подготовке. Мы используем, как мы с вами говорили ранее, и то, что мы видим с вами сейчас, в качестве контрастного вещества для заполнения кишки, нейтральное вещество – воду. То есть нейтральное, мы имеем в виду не химически нейтральное, хотя оно химически нейтральное, а нейтральное, с точки зрения рентгеновской плотности. Плотность, вы помните, она у нас, по сути, посередине между высокой и низкой плотностью находится. Принимаемые перорально в течение двух часов, от полутора до двух литров, пациент принимает. И мы должны обязательно оценить, в каких отделах пищеварительного тракта определяется эта жизнь, насколько они заполнены. Далее оценивают состояние тонкой кишки. Отдельно обращают внимание на состояние терминального отдела подвздошной кишки, поскольку именно терминальный отдел подвздошной кишки является эпицентром событий при болезни кровно. Здесь изменения, как правило, конечно, не при всех, не в 100% случаев, но, как правило, поражение происходит именно в этом части. Называется терминальный илиит. И, как вариант, видите, что мы должны оценить, если говорим о утолщении стенки. Утолщена или не утолщена? Какой просвет? А если утолщен, то какой длиной? Ну, это сейчас мы с вами... Какой толщины изменяется? Это сейчас с вами все оцениваем. После этого отдельно оцениваем состояние бугининой заслонки и слепой кишки. После чего мы двигаемся анатомически. В принципе, все логично, на наш взгляд. После этого мы оцениваем состояние толстой кишки, характер гаустрации, поскольку мы помним с вами, что при отсутствии воспалительных изменений, структуры и так далее, гаустрация симметрична. Если развивались те или иные пациенты калит или другой характер поражения стенки, то, конечно, гаустрация будет либо отсутствовать, либо она будет асимметрична, если мы имеем дело честными и специфическими вариантами течения калит. Когда вы описываете исследование пациента с подозрением на ДЗК, описываете КТН-терографию, нужно помнить, что кишечник страдает не только от воспалительных заболеваний кишечника, болезни кроноязанного калита, но и от инфекционных поражений, от постинфекционных поражений и так далее. Но это мы будем разбирать на других курсах, потому что, конечно, подробно требует разбора. И мы помним, КТ обладает прекрасным пространственным разрешением. Следовательно, помимо кишки, мы должны обязательно оценить другие структуры. Но по стандарту, конечно, нет необходимости подробного и полноценного описания каждой структуры. Но мы должны исключить основные поражения, как не связанные с ВЗК, то есть наличие конкрементов, сосудистых изменений, стонозов и так далее, наличие образования других органов, и фузных изменений, и, конечно же, вне кишечных проявлений ВЗК, а именно признаков перечных лирогических фландита. Если зацарадит часть органов грудной клетки, это могут быть тяжелые бронхоэктазы с признаками постоянных непрекращающихся воспалений. И, говоря о костной системе, это поражение межпозвонковых суставов. И один из важных проявлений – это сакроэлит. Собственно, все из вас, кто работает в компьютерной томографии, понимают, как это делается. Итак, пациент номер один, который мы сегодня будем рассматривать, мы переходим к изображению. Давайте попросим, Анна Валерьевна. Немножко коротко расскажу о пациенте. Пациент поступил к нам после лечения в детской больнице Морозовской. Ему был поставлен там диагноз болезни Крона. Он лечился препаратами иммуносупрессорами, азотиофрином. Потом какое-то время к врачам не обращался. И вот перед поступлением к нам он провел эндоскопическое обследование толстой кишки. И там было выдано какое-то непонятное образование для эндоскопистов, такое бугритое, очень инфильтрированная стенка кишки. Заподозрили опухоль, брали биопсию, однако не выявили там никаких атипичных клеток. Рекомендовали пациенту иммуногистохимическое исследование. И вот он пришел в поликлинику нашего центра со всеми этими документами. И далее был направлен к нам в отделение. И перед нами стояла задача, во-первых, оценить, какая активность воспаления болезни крона мы имеем на данный момент у этого пациента. И что же это в кишке? Это действительно какое-то злокачественное образование? Мы помним, что у наших пациентов с болезнью крона с язвенным колитом повышен риск онкологических заболеваний кишечника. Так что же, действительно, это опухоль кишки у такого молодого пациента? Или это такое течение болезни кроны? Вот такие инфильтративные выраженные изменения слизистой оболочки. И мы выполняли ему полный алгоритм обследования, в том числе КТ-энтерография. Спасибо большое, Анна Валерьевна. При выполнении КТ-энтерографии давайте мы пойдем по нашему алгоритму, который мы обсуждали. Осматривая, как пример, спиротехнический момент. Четыре фазы стандартно. нативная, бесконтрастная, артериальная, венозная и отсроченная фаза, выполненная на 8-й минуте от начала введения контрастного препарата. У данного пациента мы видим, что топография, для этого даже удобнее оценивать ее на мультипланетных реконструкциях. Топография пищеварительного тракта типичная. Это может даже при первом просмотре. Желудок, как видим сами, на месте, заполнен жидкостью, сразу отмечаем. Тонкая кишка, также фрагментарна, не полностью, но в целом заполнена жидкостью. И толстая кишка тоже имеет типичную конфигурацию. То есть все, мы скажем, что взаиморасположение органов типичная. Топография нормальная. Что сразу у нас бросается в глаза? Да, изменение правых отделов толстой кишки. Ну давайте пойдем поэтапно. И как раз при поэтапной оценке, что мы сразу видим? Инсперстная кишка, да, ее бывает тяжело заполнить. И есть изменения рядом с ней. От нижнего изгиба какое-то уплотнение ткани. Что это за уплотнение? Давайте смотреть. Сразу у нас возникает вопрос, с чем оно связано? Вот как раз сложная ситуация при воспользовании кишечника. На фоне такого уплотнения от жировой клетчатки, на фоне лимподонопатии, усиления сосудистого рисунка клетчатки, видим тканевую структуру. Это тканевая структура. Это межкишечный свищ, который проходит между 19-перстной кишкой. Давайте вот так раскрутим изображение и... Лучше давайте напрямую, так оно нагляднее все-таки будет. Вместе с кишкой и восходящей бодочной кишкой. Ну, давайте дальше вернемся к анатомической оценке. Смотрим, тощая кишка с признаками местами утолщения стенки, но всегда проверяем, остается ли оно на других изображениях. Оно видно, что в ретариальную фазу все признаки, вся почти толщая кишка с такой равномерно толщиной стенкой, что говорит о том, что как такого геонита тут грубого нет, но смотрим дальше. Вот участок толщей кишки на границе уже с воздушным переходом, вот здесь вот, где отмечается и утолщение стенки и обогащение свойства рисунка. И двигаемся дальше, собственно, не теряя время, смотрим на терминальный отдел. Бывает сложно найти терминальный отдел подвздошной кишки на аксиальных изображениях, аксиальной плоскости. Ну, здесь, на мой взгляд, это достаточно видно, вот он подходит, но давайте найдем его, если сложно, тем, кто не часто занимается катаемтерографией, небольшой лайфхак, находить его в корональной плоскости, более привычным анатомическим путем. И видно, что, соответственно, подходящая петля кишки, давайте мы это уберем, нам это мешает, пока перекрести. И тут петли подвздошной кишки, она здесь искривляется, поэтому катаемтерография требует сюда такого пространственного мышления и подходит уже подпаянная к восходящей ободочной к ней. На что обращаем внимание? Выражена, деформированная часть восходящей ободочной кишки, вот тут часто люцикального перехода и так далее. Сохранена ли тут анатомия ободочной кишки типичная, как, например, оперечный? Конечно, нет. Тут ни гаустер, ни каких других признаков, некая трубчатая структура, которая напоминает нам кишку. Эти изменения есть и в терминальном отделе, эти изменения есть. И восходящая вот она вот дойдет, это вот кусочек, она деформирована, это деформирована дальше кусочек слегкой кишки. Вот так вот это у нас искреблено в такой даже, я не скажу, в какой плоскости даже искреблено. И, значит, как, на что должны мы обратить внимание? Конечно, это утолщение стенки. Тут мы видим просвет, может быть, где мы можем ее измерить, даже до 12 у меня тут получилось. Что еще обращать внимание? Вышенное контрастирование. Сравниваем с другими отделами. Насколько ярко накапливает контрастный препарат венозную и в артериальную, как мы видим, фазу, данный участок. Причем в артериальной, видите, можно проследить этапность заполнения, как начинает заполняться здесь подслизистый слой, поскольку как раз основным зоной изменений при вылезе крона создается, конечно, поражение подслизистого слоя, где поражаются мифоинные структуры, мы помним, там формируются горнулемы, и уже потом это все выливается, если можно сказать, на слизистую, а то и в другие органы. На что еще обращаю внимание здесь? Конечно, мы должны изучить и описать подробно протяженность и так далее. Все это мы описываем, деформацию слепотечки, вот она у нас, все эти изменения, потому что даже перегородный, люцикальный клапан вообще практически не дифференцируется на этом, на такое используют слово буогенит, в суку он практически тоже тут изменен, по сути мы имеем здесь дело, вот мы имеем вот с терминальным элеитом, тефлеитом, и восходящим, поражение восходящее ободочивающие это называют асцендит, звучит не очень звучно по-русски, но тем не менее. В этом же, в этой же части описания сразу же следует подробно описать межкишечный свищ, он такой тройной, если можно рассказать, от восходящей ободочины вот здесь и чуть выше отходят вот такие отроди, которые соединяются в один канал, которые подходят уже к принципиерстной кишке. Когда мы говорим о межкишечных свищах у пациента с болезнью крона, нужно понимать, что мы далеко не всегда можем увидеть просвет этого свища. Если мы его видим, мы говорим, что да, свищ активный, проходимый и так далее, если мы не видим, не всегда следует говорить, что да, свищ закрылся и так, что он может быть отечен, то это пациент явно отечен. Как дифференцировать? Для этого можно использовать как классическое геологическое исследование органодопощительного тракта, если есть сомнения в состоянии наличия этого свища, и либо второй вариант, можно провести дополнительную КТ-энтерографию, даже в этой ситуации можно без применения внутривенного контрастирования, а с применением уже одинконтрастного раствора, то есть, как делали раньше исследования тишечника, пациент принимал раствор одинконтрастного препарата. Что мы здесь видим? Ну, здесь, в принципе, наличие свища, мы даже здесь можем видеть его просвет. Я не уверен насчет цветопередачи в трансляции, но тут видно, что с плотными такими краями есть гиподенсная прослойка, что является просветом нашего свища, который, к сожалению, у этого пациента есть. Двигаемся дальше, оцениваем состояние поперечной ободочной тишки. Оно, в принципе, можно считать неизмененной, сохранной и поперечной ободочной тишкой интактной. Слева смотрим нисходящая ободочная тишка, также без признаков колита и изменений практически отсутствуют вплоть до прямой тишки. Но там, не ошибаюсь, тоже у нас были проблемы. Вот смотрите, казалось бы, один метод, а сколько мы сейчас получили информации. Для нас, клинин-цистов, это крайне важно. Мы узнали, что у пациента активное воспаление в правых отделах. Мы увидели свищ, мы оценили толщину стенки и диаметр просвета, потому что очень часто мы ждем докторов, которые нам помогают в интерпретации этих исследований, есть ли там сужение, какое оно, насколько проходимо, может быть, там один миллиметр или больше. Это все очень важно и для терапевтов, и для хирургов, когда они принимают решение о том, оперировать больного или еще лечить его консервативно. И, конечно, те вопросы, которые мы ставили в начале, когда этот пациент поступил о том, активно ли у него воспаление болезни крона, где оно есть, есть ли осложнения, мы видим, что они есть, что есть свища, это уже считается осложненным течением болезни, которое трактует и определенно дает нам план другого совсем лечения. И вот мы сейчас уже видим, что у пациента действительно высокое активное воспаление и дальше мы его уж таким образом и ведем. Спасибо большое, Анна Валерьевна. Что еще у этого пациента есть, говоря о кишечном, о жепрючном этом тракте? Двигаемся дальше. Помним, что пищетный тракт требует оценки на то, что мы говорим, что это КТ-энтерография, то есть как будто тонкая кишка, во-первых, у него и поражена в эту структуру входит и прямая кишка, и анальный канал. И осматривая полностью исследование, видим наличие поражения уже паракишечного, это так называемый как мы помним, периональные свечи, периональные поражения болезни крона, то есть это не банальный парапроктид, а это тяжелый парапроктид. Да, хотела добавить, что в анамнезе этот пациент жаловался и рассказывал о том, что ранее у него были рецидивирующие парапроктиды и свечи, то есть это уже было указано в анамнезе, и сейчас мы видим перед собой пациента, у которого не только осложненное течение в болезни крона, но есть еще такая форма, такие проявления, как периональные поражения, которые зачастую очень тяжело протекают и приносят пациентам достаточно много дискомфорта, боли и мучений, и иногда приходится даже отключать полностью кишку от пассажа, для того, чтобы справиться с этими такими рецидивирующими периональными поражениями, то есть перед нами пациент по КТ-энтерографии, которого мы увидели, что у него не только есть лиминальная, просветная, как мы говорим, болезнь, свечевая, но еще и периональная форма этого заболевания. Вот это вот подчеркивает то распространенность, возможную при болезни крона, которая, как мы помним, еще от сунической скамьи поражает всю пищевую трубку от ротовой полости до анального канала, и это тяжелейшая ситуация. Ну, казалось бы, вы можете возразить, что для оценки периональной зоны, помимо клинического осмотра, есть МРТ, безусловно, МРТ в такой ситуации проводится, перед лечением и так далее, но обращайте внимание и при компьютерной термографии, поскольку здесь вы можете, по сути, оценить топографию свящевого хода, здания клетчатки уже на одном исследовании, и, по сути, на одном исследовании предоставить нашим коллегам-клиницистам, не только гестентрологам, а и проктологам, и так далее, массу данных, и помочь пациенту, самое главное. Ну, вернемся в брюшную полость. Что еще? Помните, из описания мы с вами говорили, что еще нужно посмотреть обязательно в лечах. А тут бросается в глаза, во-первых, лимфодонопатия. Масса увеличенных, но сохраненной структуры, обратите внимание, лимфатических узлов, корней брюши, их множество, они овальные формы, плюс есть уже более воспитательные измененные, грубые измененные, уже округлые, что говорит здесь вот в контексте болезни Крона неоднократно перенесенных пациента эцидивных, чем-то он болел до этого всего, несмотря на свое молодое возраст, он болеет, 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 и вот, наконец, мы понимаем, чем. Вот. И кроме того, дает внимание, как выглядит сосудистая русло, особенно если мы с вами сделаем мультиплан, МИП, да, проекцию максимальных интенсивностей, если мы уверены в обогащенности, как грубо, как множество сосудов и между ними приплетенные лимфоузлы, как плоды в кронах, может, таких густой кроне дерева. Это можно называть, так называется, обогащение сосудистого рисунка, сосудистой картинной. И, как вы помните, есть еще так называемый симптом расчески, иногда называют, когда видите, множество, множество, как частые зубчики расчески. Но тут я рекомендую, это вот мое личное мнение, возможность избегать образных сравнений, симптомов. Это, конечно, красиво, очень ярко, но у нас у всех могут быть разные представления, в разных школах, генетических тоже есть разное, по-разному называют. Где-то расческа, где-то еще как-то, чистокол, очень на вкус и цвет, как вы понимаете, есть разные предпочтения. Что еще, еще обратить ваше внимание, конечно, изменение клетчатки. Помните, мы обычно в нормальном состоянии не видим всех этих границ, мы видим за счет отека. Давайте теперь посмотрим с вами, как мы, собственно говоря, к какому пришли мы выводу, да? Вот как вариант описания основных моментов. Сотяние точной кишки, все расправлено, состояние терминального отдела, как он изменен с измерениями всеми. И такие же изменения пишем, что, и видите, важно, что можно говорить, что они аналогичны, пусть действительно процесс патопизиологический, патоморфологический один и тот же. Это идет гранулематозное тяжелое обостренное обострение, распаление, распространяющие другие отделы. Мы отмечаем клетчат, отмечаем лимфатические узлы и межкишечные свищи. Отдельно вот это я вынес, потому что не в том порядке изменения со стороны анального канала, вот эти вот прямочечные и паранальные осложнения. Что, вот, хотелось сказать слово Ванне Валерьевне, вот, причем подогнал пациенту. Да, мы когда получили результаты этого исследования, мы собрались с хирургами, кулопрактологами и определили дальнейший план действий. Учитывая то, что пациент уже лечился ранее, он получил препараты иммуносупрестра, они оказались неэффективны, и сейчас мы имели дело с таким достаточно высоким, высокой активностью воспаления, было принято решение противовоспалительную терапию ему усилить и провести в плане такое плановое оперативное лечение, то есть не экстренное, как часто бывает с теми больными, а именно плановое. Почему это важно? Потому что именно когда мы запланировали вот это оперативное лечение, мы можем подготовить пациента, мы можем уменьшить эту зону воспаления за счет консервативной терапии, и он уже когда пойдет на операцию, он потеряет меньше кишки, не будет такой инвалидизации, не будет синдрома короткой тонкой кишки и других проблем, то есть вот такие плановые ситуации благодаря правильной диагностике и грамотному исследованию, выполненному и грамотной интерпретации его, мы можем пациента ввести более планово, потому что известны ситуации, когда вот осложнение именно болезни крона приводит пациента на операционный стол, и хирург может быть не очень квалифицирован, это может быть не специализированная клиника, и пациент теряет иногда очень большие отрезки кишки, и это, конечно, оказывает влияние на дальнейшую его жизнь, поэтому тут мы решили пациента подготовить и планово ему выполнить оперативное лечение в объеме резекции вот именно этих измененных участков в правых отделах, а дальше уже лечить его, продолжать консервативно и наблюдать. Спасибо большое, Анна Валерьевна, и предлагаю переходить к следующему пациенту, и потом подведем общий итог. Итак, следующий пациент, это уже пациентка. Да, следующая пациентка наша, это больная, которую мы наблюдали с язвенным колитом, она к нам пришла после долгого пути, она наблюдалась, лечилась в ведущих клиниках Москвы, но эффекта от лечения не было, и когда она к нам госпитализирована была, мы приняли решение начать биологическую терапию для того, чтобы все-таки достичь ремиссии заболевания. У пациентки также еще была цитомегаловирусная инфекция, мы выбирали препарат, исходя из профиля безопасности, для того, чтобы не активировать ее, такие вот эти оппортунистические спящие инфекции, потому что мы знаем, что биологическая терапия все же влияет на иммунный профиль, на иммунную систему, и может привести к реактивации таких инфекционных состояний. Таким образом, пациентке была назначена эта терапия, мы стали за ней наблюдать. Можно сказать, что эндоскопически это не была очень тяжелая такая ситуация, когда мы видим кишку в язвах, когда это кровотечение, это были такие умеренные эрозивные изменения эндоскопически, и мы, начав эту терапию такую же эффективную, надеялись получить ответ. Однако, первая, вторая, третья инфузия, и клинически у нее совершенно не было никакого ответа. У нее продолжался стул с кровью, и улучшений особых не было. И через пару месяцев, где-то от начала этой терапии, она поступила к нам в очередной раз в очень плохом состоянии, она была очень истощена, было видно, что ей дефицит массы тела, она жаловалась на то, что у нее сильнейшие боли в животе, и часто стул, хотя тогда вот такого обильного выделения крови не было. И мы начали обследование, конечно, мы ее вели как пациентку с тяжелой атакой язвенного колита, и таким пациентам мы обязательно проводим КТ-интерографию для того, чтобы оценить все-таки, что в кишке и что вокруг, есть ли уже какие-то осложнения, может быть, есть перфорация, может быть, есть такая выраженная инфильтрация, или формирование даже инфильтрата, или абсцесса брюшной полости, потому что при язвном крыте такое тоже встречается. И вот пациентка была направлена на КТ-интерографию, и сейчас увидим, что же получили мы на этом исследовании. Спасибо, Анна Валерьевна. Ну, что сразу бросается в глаза? Вот первое впечатление, которое получает рентгенолог, пациентка имеет дефицит массы тела, явно, то есть практически отсутствует, ну, грубо говоря, практически мы не видим жировую клетчатку, ее очень мало. И это, безусловно, сразу на что влияет? Это влияет на условия интерпретации изображения. Видим, как сближены все органы, как сближены все структуры, как сложно бывает их дифференцировать. То есть тут мы в этой ситуации, у нас очень важно проведение именно качества древянного контрастирования. Начнем. Топография в этой ситуации не изменена. Но, чтобы обращать внимание, сколько петель заполненных газом. Конечно, нужно помнить, что у пациентов со сниженной массой тела иногда срабатывает такой ложный эффект, что за счет небольшого объема тела вот эти вот петли не раздутые и выглядят очень крупными. Но, тем не менее, здесь это не тот случай, мы уже можем заметить, виден дилетация петель без какого-то вот до четырех и трех, то четыре, три, там четыре с половиной сантиметра в правых отделах. При этом, какого-то блока мы прослеживаем, нигде грубых таких образований нет. Это обусловлено именно воспалительным поражением, формированием нарушений в связи с воспалением. То есть, болеет, болеет пациент и у него воспаление не проходит плечем и вот в какой-то момент мы видим на эндоскопии, что такое сужение формируются кишки и уже такая вот склонность к тому, что начинается формирование структуры. Это тоже очень важно. И помним, как мы у предыдущего пациента видели строение поперечной ободочной кишки. Вот давайте мы к нему вернемся буквально. И так, это не он, вот он, товарищ. Посмотрим. Вот, обратите внимание, поперечная ободочная кишка в фунтвенцами и гаустры, и все, и размеры ее классические, и никаких грубых изменений нет. Но если мы возвращаемся к вот этому примеру, вот этой пациентке, видим, что никаких ни гаустров, ничего, кишка выглядит совершенно неприлично, ни на что не похоже. И только я по ее топографии, изучая ее, можно понять, что действительно толстая кишка. Что дальше мы смотрим? Топография, видим, да, типичная. И что еще бросается в глаза? Изменение кишечной стенки. Я здесь не буду останавливаться подробно на состоянии тонкой кишки. Видим, что здесь петли ее спавшиеся, вообще не изменена, местами она достаточно по возможности прилично расправлена. Здесь пациентка, у которой была сложность даже само наполнение кишки, то есть больше литра вызывало уже боли у пациентки, то есть массивость, но мы видим, что практически у нее индекс массы тела, наверное, был около 11-12, то есть тяжелейшая ситуация и изучаем кишечную стенку. Видим, где она растянута, конечно, тонкая достаточно, а где кишечная стенка, где кишка не настолько растянута, видно, что кишечная стенка утолщена, но не так при болезни крона, вы видите, она немножко другая, кроме того, она, видим, такие узелки гипервоскулярные, что отражает характер воспаления на фоне измененных стенок, например, псевдополипы, толстые кишки, не истинный полипоз, помните, а именно изменения слизистые, характерные для язвенного колита. Точно так же, но здесь говорить о протяженности и протяжении диффузной. Это как раз один из дифференциально-диотических признаков язвенного колита. Процесс не сегментарный, не как в видео предыдущего пациента, где вот участок поражения иллюцикальный, восходящая часть обладающего точной кишки, участок поражения в точной кишке, небольшой, такой очень мягкий и в периональной области. А здесь процесс диффузно распространяется на всю толстую кишку, при этом без распространения на тонкую. Это встречается, это бывает, но это не так часто, как нам ретроградный элит. Как правило, мы имеем дело с таким поражением исключительно толстой кишки. И мы видим, где, конечно, изменения более выражены при КТ. Изменения более выражены в левых отделах, что также характерно, для язвенного калида. Да, потому что воспаление начинается, как говорят, с прямой кишки и идет непрерывно-непрерывно вверх. Вот как мы здесь и видим, самая измененная такая интересная стенка, она как раз на уровне сигровидной кишки. И помните, как у нас накапливало контрастный препарат предыдущего пациента. Вот давайте проведем диффициальный диагноз. Контрастный приятно накапливала, можно сказать, вся стенка. подслизистый слой в артерии, мы видим, артериальную фазу и диффузно-венозная фаза. А что, видимо, у этой пациентки? Превалирует накопление практически, вот это подслизистые основы слизистые, то есть те сосуды, которые питают уже слизистую. самой мукомни, в самих слоях слизистой нет сосудов, но они подходят под ее послезистую основу и так далее, целую сумму козу и прочее. Все это у нас повышенно накапливает контрастный препарат, что тоже отражает патоморфологию процесса при азаномхолите, который характеризуется в ее поражении слизистой, а не без формирования каких-то гранулиом расположенных. Да, без проникновения ни в коем случае ни в мышечную пластинку, ни в глубже, именно вот слизистый слой. И как раз вот и среди с этим связана так называемая диссоциация проявлений при азаномхолите, когда мы у пациентов видим, как у этой пациентки тотальное поражение эндоскопически, и при этом да, кишка изменена, безусловно, и ускорострат, сарош и так далее, но изменения равномерны. И как будто бы стенка здесь как будто она просто дилетирована за счет нижележащих изменений. Но это на самом деле не так, это все тихузный язерный калит. К сожалению. Да, и к сожалению, вот такие изменения, которые мы увидели, и все это состояние, которое у пациентки было, несмотря на то, что мы ее лечили достаточно активно, мы поменяли и препарат биологический, и наблюдали ее, но в результате все равно все пришло к оперативному лечению, была проведена кулактомия. Хотя пациентка отмечала какое-то небольшое улучшение, но вот все больные с тяжелым язерным калитом, когда это именно тяжелая атака, они все текут по-разному, все-таки нет какой-то такой четкой классики, у каждого пациента какой-то свой сценарий развития событий. У кого-то это будет стул 20 раз с кровью, а у кого-то, как у нее, у нее не было такого, таких кровенистых выделений, не было кровотечения, но у нее были сильные боли в животе, у нее была сильнейшая слабость, она была очень истощена, она просто не могла ходить, и состояние ее никак, к сожалению, не улучшилось. Поэтому принято было решение вместе с хирургами сделать ей операцию, ей выполнили кулактомию, сформировали стому, и сейчас уже прошло несколько месяцев после этого, чувствует на себя хорошо, пока к нам не возвращалась, мы ждем ее на контрольное обследование, и будем решать вопрос о том, можно ли эту стому закрыть, и сделать реконструктивную операцию, но, по крайней мере, мы избавились от такого тяжелого состояния, когда у нее была вся кишка очень воспалена, очень больна, и лечить ее дальше было нельзя, потому что это привело просто к септическим осложнениям и к летальному исходу. И завершая разбор вот этой пациентки, это учитывая внимание на внекишечные проявления. Помним, что одним из проявлений зоноколита является поражение опорно-двигательного аппарата, в частности, вот здесь мы видим начальные признаки сакролиита. С одной стороны, грубых высоких тут нет, каких-то деструкций и костей нет, мы помним, пациентке 34 года, и она, как видите, у нее нету избыточной массы тела, которая могла бы обусловить изменения стороны опорно-двигательного поддестертические. У нее эти изменения обусловлены именно ее аутоиммунным процессом. И всегда, когда мы ведем речь о ВЗК и в первую очередь о язвном колите, мы должны оценивать состояние печени. Но, к счастью, у этой пациентки не сформировался ПСХ, как вы сокращаете печени склерозирующих холонгит, видим, что желчные протоки не поражены. Ну, это хороший признак фронатический, собственно, позволяет нам рассчитывать на то, что колоктомия возымеется эффект, и пациентка будет здоровая. не сформироваться другие кишечные управления, потому что мы знаем, что зачастую вот это сочетание склерозирующего холонгита и язвного колита, конечно, несет такой же агрессивный характер течения и одного, и другого заболевания. Есть ряд авторов, которые предлагают вообще выполнять таким пациентам колоктомию, потому что у них очень высокий рейтс к развитию колоректального рака. Но в данном случае у пациентки не было поражения печени, и вот просто такой тяжелый язвный клик, кто, несмотря на все усилия использования всех самых современных препаратов, к сожалению, не поддался терапии. И так вот очень агрессивно и бурно тек, что привело к операции. И давайте мы с вами посмотрим, как можно это описать. И, конечно, мы говорим о том, что строение идет анатомически поэтапно. Даже у пациента с язвным колитом можно общать внимание на терминальный отдел поддушной кишки. Это важно для наших коллег, чтобы они... Это как определенная веха. Поскольку вы понимаете, что если идет разбор пациентов, всегда клиницист отмечает и в самом состоянии пациента, и определенные важные реферные точки, на которые он опирается при формировании тактики. А мы должны ему подсказать и дать, собственно, все возможности, чтобы он принял решение правильно. И, конечно, вижу, что реализация нарушена, задержимое, как с вами все описали. В принципе, все, что мы с вами судили, здесь и есть. Слоистость, видите, визуация слизистого слоя, течность последистого и плотнее клетчатки. И, видите, внимание, при язвенном колите такой бурной лимфодонопатии, как при болезни крона, мы сами не видим. У нее грубые изменения, безусловно, но при этом такого количества измененных лимфоузлов также нет, что отражает разную патоморфологию, разную патологию, можно сказать, течения этих двух из консульта. По сути дела, топографически, клинически соседских заболеваний. На самом деле, они, конечно, разные. Далее я предлагаю вам перейти к рассмотрению следующего пациента. Вот этот пациент, я позволю себе небольшую преамбулу перед тем, как передам слово Ане Валерьевне, что предыдущих пациентов, которым разбирали, с ними все, они тяжелые, безусловно. Лучевая картина нелегка, сложна и так далее. Клинические, лабораторные данные более даже сложные. Поэтому, собственно, мы и нужны с самыми лучевыми исследованиями. Но, к сожалению, несмотря на то, что мы используем все возможности нашей диагностики, мы используем все возможности нашего совместного сотрудничества постоянно, потому что этих пациентов, как видите, невозможно разбирать самостоятельно. Это всегда коллегиальная работа, всегда совместная работа. Не только гастроэнтеролога, рентгенолога, но и коллапрактологов, патморфологов, лабораторной диагностики. По сути, многопрофильный центр работает целиком на помощь этим пациентам. И хотим представить вам клиническое наблюдение пациентки, у которой до сих пор, вот мы достаточно давно с ней работаем, есть сложности с диагностикой ее состояния. картина неоднозначно, спорно и так далее. Хотела бы немного рассказать о ней. Пациентка поступила к нам в центр тоже из детского учреждения с диагностом болезни крона. Она уже получала биологическую терапию и поступила к нам для давнейшего лечения. Когда мы ее приняли, мы поняли, что терапия не очень эффективна и начали ее обследовать. И при обследовании, после проведения ей эндоскопического исследования, у нее возник сильный болевой синдром. исключали перфорацию кишки, проводили обзор на рентгенографию, УЗИ и так далее. Сначала данных не было, но он нарастал с одного дня на другой. И в итоге пациентке было проведено оперативное лечение, где все же была выявлена тогда такая микроперфорация кишки и выявлен даже небольшой абсцет брюшной полости. Вот какое коварство этих пациентов иногда бывает, даже использовав все современные методы диагностики, мы не видим того, что видят потом хирурги, потому что у них порой бывает длительное воспаление, когда конгломерат вот этих кишечных петель и там внутри может твориться все что угодно. И вот ее проопировали, сделали ей элицикальную резекцию, после этого, после операционного периода был достаточно спокойный, но через несколько недель после того, как она уже была выписана, у нее возникли сильные боли в животе, она поступила к нам в центр и у нее в малом тазу стали визуализировать в проекции яичников, трубы какое-то образование, какой-то как будто бы инфильдрат, ей выполняли исследования, разные МРТ, и вот дальше сейчас Константин Александрович покажет, и дифференцировали, что же это, это чисто гинекологическая ситуация, это какая-то катастрофа в малом тазу, или это может быть такое осложненное течение болезни кроны с формированием инфильдрата. Было проведено ряд исследований, в частности, учитывая, что вопрос по органам малого таза рассматривался, вопрос дифференцирования диагноза с помощью МРТ, исследовался органам малого таза, что это за структура, это связано с органами первичным поражением каких-то придатков матки, может, поднимался вопрос наличия тубового реального абсцесса, связанного с альпинговым форитом, поскольку у пациента были жалобы и характерные для каких-то генетологических заболеваний, потому что при таком поражении боли могут быть, что у нас пациент жалуются на боль в животе, на боли внизу живота. Да, отмечались выделения из половых путей, я смотрел гинеколог, проводились консилиумы и даже выполнялась функция тренирования вот этого образования непонятного и там было получено гнойное содержимое и все равно вот дальше с консистенцией расскажет, какие были трудности. сложности здесь данное образование трактовалось здесь как с фиксированными к петлями тонкой тишки все-таки какое-то абсцидирующее поражение правых придатков матки, скорее всего как тубово-реальный абсцесс рассматривался. А теперь вопрос из сложного слова, с чем он связан в тубово-реальный абсцесс? Для этого так и привели компьютерную томографию. И на фоне утолоченных тканей и течных и так далее было заподозрено также вовлечение петель тонкой тишки, которые сюда вникаются. И вот эти структуры, тогда был вопрос, что это? И, к сожалению, пока не лучевые данные, некоторые не позволят точно исключить, что какие там структуры. Но пока что рабочей версией сейчас является, что это в результате формирования, в результате текущего здесь поражения тонкой тишки, воспаление уже вы понимаете, что когда поражается кишечная стенка, когда она пенетрируется, тут к воспалениям, связанным с болезнью крона, присоединяется еще и бактериальная инфекция. То есть это уже получается микс такой аутоиммунный и гнойно-воспалительный одновременно. И вот эта гремучая смесь распространяет на другие органы и, скорее всего, на дело фориотубово-реального абсцесса так и нассоциированы и оплетены петлями тонкой тишки. Да, такой-то сложный процесс. Почему это для нас так важно? Потому что если мы имеем все же абсцесс такой, который, возможно, дренируется и потом опять накапливается, мы, как терапевты, мы не можем использовать препараты, которые, например, будут настолько подавлять иммунную систему, как, например, гормональная терапия системная или иммуносупрессия какая-то, потому что мы понимаем, что у пациента произойдет такая септицемия и сепсис дальше, то есть это исключено. Мы должны использовать только антибиотики. Если же мы говорим о том, что это такой вот инфильтрат при болезни крона, то тут можно рассмотреть и вопрос гормональной терапии, но лишь бы не было именно такого бактериального процесса. Поэтому это, конечно, очень важно. Кроме того, о какой-то агрессивной хирургической тактике мы тут тоже не можем к ней прибегнуть, поскольку с одной стороны может случиться потребность в резекции большого объема тонкой тишки, что вызовет у молодой пациентки синдром короткой петли, короткой тишки и вообще высок риск в таком течении осложнений. И кроме того, обширное вмешательство на внутренних половых органах, которое может в таком процессе привести к экстерпации. У пациентки 18 лет тоже, скажем, это самый уже последний наш резерв, когда мы вынуждены проводить по сути такие органносящие операции у молодых девушек. И поэтому такое всегда такие сложные пациенты в из-за ковиде вот вроде воспалительное золение кишечника, а вопрос глобальный. Да, вроде две болезни, как все сложно, потому что даже в данном случае вот очень большой объем получается воспаления, и, конечно, никакое оперативное лечение сейчас не обсуждается, поэтому вот дальше мы пациентку сейчас наблюдаем, она у нас в отделении, консервативное видео, мы посмотрим, как дальше будет протекать ее болезнь. Спасибо, Анна Валерьевна, и я хотел бы сейчас перед тем, как нам перейти к вопросам, так, извиняюсь, перед тем, как нам перейти к вопросам, сказать вот о важности, что действительно совместного такого коллаборации нашей пациентки, которая, ну, как правило, нам все-таки помогает прийти к какому-то эффективному выводу, помочь этим пациентам, провести им адекватное лечение, провести им адекватное...